Катком по миллионам в Ривненской области чиновники демонстрируют чудеса расточительности. Мы уже рассказывали о двух километрах дороги, ведущей к заповеднику Белое озеро. На ее ремонт выделили 5 миллионов гривен. Едва уложили асфальт, его можно было уже сразу же практически снимать целыми пластами. Прошел месяц и никто ничего не исправил. На трассе появились новые ямы и новые трещины. Все подробности расскажут наши корреспонденты. Вечер, ливень, практически нулевая видимость. Это объездная в озере райцентра Костополь. На светофоре, установленном ремонтниками, очередь машин. Дорожники кладут асфальт под проливным дождем. На плакатах вдоль дороги извинения за неудобства, хотя правильнее было бы захалатность. В службе автомобильных дорог о нанотехнологиях подрядчика узнали из соцсетей и от журналистов. Мы сейчас призначили служебную проверку. Но они так доказывают, что они вроде бы рассчитывали, что встанут положить асфальт в дождь, но не встанут. Если оно не отвечает ни к каким показникам, они будут его разрезать и выложить за свой кост. А это участок дороги, который ведет из села Рудка к заповеднику Белое озеро. Месяц назад мы снимали здесь материал. Времени прошло всего ничего, а на дороге уже ямы и трещины. Эти мужчины видели, как укладывался асфальт. Говорят, работами интересовалось все село. Называть имена отказываются, но промолчать о качестве не могут. Еще хуже сделали, чем было. Наш было нормально начинать, я так говорю, и делать. Там, где нужно положить асфальт, то не положили. Только щебеночкой просыпали. А где был асфальт нормальный, то туда уткнули. Сумма, которую получил подрядчик, выиграв тендер, повергла местных в шок. Пять миллионов? Ну, я не знаю, если, скажем так, туда пошло, может, миллион. Это потолок. Но качество там вообще никакая. Заказчик ремонтных работ – все та же служба автомобильных дорог. Показываем чиновнику свежие фото. Техника подрядчика уже три недели стоит без дела в одном из дворов. Правда ли, что с ним не рассчитаются, неизвестно. Пока таких прецедентов не было. А вот жители села Корпиловка и Косоричи об отсутствии дорог решили заявить акцией. Перекрыть международную трассу Киев-Варшава вышли молодые люди характерной внешности. В селах живут в основном те, кто работает за границей и старатели. Большинство официально нетредоустроены и не платят налогов. Я ему сразу задаю зворотное запитание. Ты сплатил сельскому раду хоть единую копейку за пару веков? А кто платит? Ну, то кто платит. Ты, что платит, то, наверное, они имеют право прийти, проконтролировать и вымогать. Дорога, которая ведет от трассы в Корпиловку и Косоричи, действительно в ужасном состоянии. Селянам обещают, что отремонтируют. Люди же уверены, без акций протеста ничего не будет. Анастасия Старовойт, Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности. Телеканал Интер.